Значит, мы сейчас находимся в районе, то есть как бы в зоне B, как он называется здесь правильно, сектор B, возле ринга команды Вильсонов, который B2. Переключаю камеру на них. Вот наш ринг, Витя кормит, нет, это Вова кормит, а Витя у нас развешивает влаги для того, чтобы проходящие мимо команды и все остальные, видите, какой ветер, как он вызывает петлю ужасную, чтобы они видели, что за команда. Вы можете видеть там вдали оранжевые футболки. Это судьи. Судьи движутся по направлению к нам. Это идет утреннее взвешивание. В этом секторе у нас есть одна рыба. У нас, в принципе, все три двойки с рыбой. То есть как бы наша сборная первую задачу свою выполнила. То есть все двойки ушли от нуля. Теперь идет следующая задача. Рыба с соседями. То есть выиграть соседей. Потом у нас пойдет выиграть под зону. Потом зону. Ну и, естественно, в конце концов сам чемпионат. Дождемся мы, надеюсь, судей. Блин, я помог бы Витя с флагом, но не могу. Заходить в сектор может только вон тот вот товарищ с зеленой накидки, который наш тренер. Вот один из помощников, Вадим, который собирает массу полезной информации, передает ее нашему тренеру, который все это переваривает и потом выдает в пережеванном виде всем остальным. Рядом соседи румынская команда. Куча флагов. Они там прокопали себе просто дорогу к водоему. И не хочу им мешать, не хочу идти к ним в сектор. Вот эта дорога, по которой можно пройти в точке, где стоят машины. Отсюда до стоянки пешком где-то минут десять плюс-минус. И вот здесь практически буквально сразу заканчивается, точнее, здесь начинается зона Б. Я продолжаю рассказ про водоем. Тут очень много, очень много вопросов к организаторам. Потому что такой балаган, вы себе даже не представляете. Очень мне напоминает наш чемпионат мира в Испании, где как бы судьи, которые не знают ни слова по-английски, и с ними невозможно вообще объясниться и что-то попросить и узнать. Есть председатель клуба местного, который, ну так, ну скажем так, хотя бы пару слов знает, если можно хоть что-то о чем-то поговорить, но это очень тяжело. И полная неразбериха со временами. То есть нам было сказано, в чем я специально уточнил вчера вечером, написал Робу и спросил его, какое мы, какое время можем мы приходить на водоем. То есть в 6.30 всех отсюда выгоняют, закрывают ворота, калитки. Так вот, едут судьи, только не могут понять, что происходит. Может я спутал, может это никакое невзвешивание. Что-то я вообще не понимаю, что происходит. Они были в какой-то команде и теперь куда-то уехали. Может это не они? А, вон вроде как судьи. Вроде бы вон судьи. Я просто сейчас снял очки, без очков. Да, похоже, что это судьи. Там, возле дерева в команде. Ну подождем. Максим, еще одна тут команда, посмотрим. Вот, так я продолжаю. Очень много вопросов. Мы задали вопрос Робу, когда можно прибыть на водоем. Он мне написал четко в 6 утра. Мы приехали как придурки в 6 утра, ну как бы чуть позже. И нам встретили ребят из латвийской команды. Они нам сказали, ага, в 6 утра. Мы тоже так пришли в 6 утра. А нам судьи типа орут, уходите отсюда. Причем не только им, как там помощникам-раннерам, но и капитана они пустили. В правилах четко записано, что капитан сборной может находиться на водоеме 24 часа. Единственное, чего он не может делать, он не может ночью после 6.30 заходить в сектор своей команды без судьи. То есть не предупреждая судью. Все остальное, находиться рядом, стоять рядом с сектором, разговаривать, все это он может. То есть, как бы, ну вообще, какой-то своеволе со стороны судейских бригады. Но объясниться с ними невозможно, чисто по причине того, что они не понимают английский язык. Ну, в общем, короче, вопросов много. И по, опять же, по тому же ФИПСу, насколько это правильно, что у тебя две зоны соприкасаются. То, что мы это делаем на Галилейском Карпе, просто разбиваем визуально. Чисто там, например, по 10 или по 7 команд, чтобы было плюс-минус одинаковое количество. И не играет роль они стоять на одном берегу или на одном пляже или нет. Просто чисто так вот. Начали с первой команды, первая по седьмую, с восьмой там по шестнадцатую и так далее. То есть это как бы мы делаем чисто для того, чтобы у нас было проще, как сказать, было побольше победителей. Да, победители первой зоны, второй зоны и третьей. Вот. Но по правилам ФИПСа между зонами должен быть разрыв. А тут, как вы видите, разрыва никакого нет, потому что вот фактически нормально. Мы тут снимаем, он задницу чешет, блин. Тренер дает свои указания спортсменам. Как бы старший брат кормят. Что-то не сложилось. Открылась почему-то этот комп. Ну, бывает. Серега, привет. Привет, Беларусь. Да, не хватает вас здесь, конечно. Погода просто песня. Ночью было прохладно. Но, как ребята говорят, что они работали всю ночь. И, соответственно, некогда было им думать про холод и мерзнуть. Так что нормально. Я понимаю, что холодней, наверное, не будет в ближайшее время. Нет, все-таки, наверное, ребята то были не судьи. Наверное, я ошибся. Наверное, взвешение. Хотя бы написано, что взвешение в 9. А уже 9. Ну, фиги их поймешь, этих венгров вообще-то. Ужас какой-то. Тут не разбериха с этими заказами еды для команд. Потому что вроде как раздали меню. Почему-то раздали меню на венгерском. И не сказали, что с этим делать. Ну, в общем, финал. Я не знаю, как оно все будет. Я понимаю, что сейчас вот в 10 часов будет. Я, конечно, извиняюсь насчет зоны и подзоны. Сереж, подожди секундочку. Вот это зона B, сектор B2. Вот это зона B, сектор B1. А вот это зона A, сектор A28. Где ты здесь видишь разрыв? Расскажи мне. Я никакого разрыва между этими. Это даже не подзоны. Это зоны. Потому что вот это вот B1. Это первый сектор зоны B. А вот это B2. Да, как бы. Вот это начало зоны. А дальше конец зоны A. Ну, где же тут разрыв это? Что-то я этого не вижу. Разрывов. Насчет еды. Сереж, у нас проблема в том, что нас очень мало. И у нас физически не хватает времени на то, чтобы приготовить или купить еду ребятам. Мы в 6, пол шестого. Мы сегодня встали. И мы в 6 часов были на водоеме. Все закрыто. Где мы купим им еду? Готовить им бутерброды у нас на кухне. Ну, это как бы тоже вариант не сильно хороший. Они хотят что-то горячее. Вот. И поэтому они, конечно, по правилам они не могут этого сделать. Там есть дальше буфет. Ну, так скажем. Может быть, был бы такой вариант, чтобы мы могли просто купить им конкретно там еду и принести. И если с этим кейтингом дурацким не разберется ситуация, мы так и сделаем. Ну, это здесь. Зона Б. Буфет. Там. 400-500 метров. Как-то это можно. Но, как бы, ребятам, которые находятся вон там за тем мысом, да, в зону С. Как бы, это уже намного сложней доставить, имея только одну машину и один велосипед. Поэтому, понимаете. Конечно, все команды запаслись. 100% запаслись едой. Не дураки, не первый раз, слава Богу, на чемпионатах. Знают, что надеяться на, как бы, кейтинг – это хорошо. Но не всегда работает. По-моему, во Франции, если я не ошибаюсь, нас кейтинга никакого не было. Как раз там нас было много. И мы готовили, ребятам, даже, помню, плов вавили и развозили. Но, извините, не всегда так получается. Поэтому, ну, что есть, то есть. Без плова. Хотя тут, в общем-то, вся еда дешевая и очень вкусная. Извините, что я шморгаю. Но, как бы, я вчера слегка простыл. Потому что вот эта беготня туда-сюда. Я не успеваю следить за сообщениями. Сейчас, секунду, я попытаюсь. Потому что я держу уже, как бы, телефон горизонтально. Соответственно, все сообщения очень быстро уходят наверх. И я их уже не вижу. Было сообщение, но я его уже не вижу. Оно ушло наверх по поводу этого буфета. Так вот, все правильно. Там кейтинг, куда должны привозить заказы. Для того, чтобы туда привозили заказы. Эти заказы должны сделать, и кто-то должен их принять. Нам никто не объяснил, не только нам, всем сборным, никто не объяснил, как это будет проходить. Вначале вообще говорили, что это нужно сделать еще до первого брифинга и дать эти меню с выбором прямо там на брифинге. Но в итоге это меню дали только там. Поэтому и получилось, что команды не успели ничего не отметить. И было непонятно, что делать дальше. Потом вчера сказали, что судьи пройдутся по всему берегу и раздадут эти меню вчера как бы. После чего они пройдут еще раз и соберут эти меню с заказами. Но в итоге, как говорят ребята, это меню им принесли сегодня утром. Фактически там в 7 утра. И никто им не объяснил, что с этим меню нужно делать. Я задал вопрос в чате чемпионата. Там тоже никто нифига не понимает. Ну короче, балаган. Если ничего не получится, значит будем, как я говорю, будем заказывать ребятам еду и носить. Насчет рыбу ловить. Ну конечно измените, можно три дня не кушать. Но я боюсь, что это не сильно хороший вариант. Хоть что-то-то надо есть, хоть какую-то пищу вводить в организм. Посмотрю я на тебя, Серега, без еды три дня. Слышишь, умники все. Я не так на нервах, надо что-то забросить в топку. Вот блин, реально, вот я сейчас стою и реально уже стало жарко. Оман, действительно стало жарко. Насчет поймали, что поймали, то поели. Ну вы конечно мне извините. Это немножко не тот турнир. Просто смотрите за процессом. Вот. Главный тренер дает ценные указания. Мотивирует ребят. Оп. Да. Говорю сразу. Тут достаточно, ну не такой конечно, как у нас на Кенерете, этот мизрахий. Но достаточно сильный ветер. И он мешает. Ну и понятно, что он мешает. Он мешает кормить, он мешает бросать. Ой, извините. Вот. Ну ничего, что делать. Надо работать. Ветер, не ветер. Ураган, буря, мы чё. Непривычная к этому. У нас это нормальная ситуация. Как бы в принципе и в ураган, и в бурю, и в грозу. Все-таки, наверное, это судьи. Вам не кажется? Вон там вот такие оранжевенькие бродят. А, нет. Это не судьи. Оранжевые. Вот эти это просто запасные. У нас как бы голубые – это зона Б. По-моему, синие – это зона С. Зеленые – это у нас тренера. Красные – это у нас запасные. Вот какие у нас зоны А, я не помню. Наверное, белые. Белогвардейцы. Все-таки, как бы я вам скажу, не сильно клюет. Прям так вот глядя, я прошелся сейчас мимо команд, посмотрел на таблицы. Серега, мы не знаем еще четко результат по зонам, потому что еще не было утреннего взвешивания. У наших ребят рыба в мешке ждет и в секторе А, и в секторе С, и в секторе Б. Я так понимаю, у многих команд. Мама, я тебе отвечу, что взвешивают судьи, естественно. Но я не знаю, как сегодня они, с какой стороны они начинают и куда они идут. Я думал, что они уже идут взвешивать, но я ошибся. Оказались просто какие-то левые. Сережа, это я не Сережа Пескова, а Сережа Бейлеров. Если о них не позаботится администрация, то я извиняюсь, кто будет сходиться о спортсменах, которые находятся 72 часа в секторе без возможности отсюда выйти. Максимум в туалет. И как бы у них нет времени на готовку еды самим себе, они работают 24 часа, спят по очереди. Поэтому естественно нужно, чтобы был кто-то, кто о них позаботится. А это кто-то либо тренер, либо администратор. Вот и все. Реально, не знаю, мое личное мнение, все-таки для вторых суток, мне кажется, что клев должен быть намного более интенсивным, чем вот сейчас мы наблюдаем по одной, по две рыбки в секторах. У многих ноль. Ну, есть пару секторов, пару зон, где как бы там, ну, чуть больше, там, 4-5 рыбок. Рыба в основном мелкая, как я смотрю. То есть зачетная, но мелкая. И я, насколько я понял, очень много незачетников. Насчет туалета. Вот я сейчас выйду и покажу. Сюда его видно. Вот один туалет виден. Голубенький торчит там вдали за деревом. Второй вот там за деревьями. Дальше идет там товарищи в оранжевых футболках. Там вот слева еще один. Но тот, который слева, это для экстремалов, скажу вам честно, потому что я туда вчера зашел, и туалет просто тупо начал вместе со мной падать назад, как бы. Если бы я, если бы я в тот момент успел закрыть дверь, я бы, наверное, прямо с этим туалетом бы и упал. Вот. Но так мне удалось резко выкинуть ногу назад, остановить падение всего туалета и себя вместе с ним. Но, как говорит Олег, потом было бы о чем вспоминать на протяжении многих лет. Типа о каком чемпионате идет речь? А, это там, где там авиатон с туалетом свалился вместе? Ну да. В общем, вот так вот у нас здесь шикарная погода. Отдыхаем, загораем. Я имею в виду про нас, естественно. Леш, по поводу конец сезона, я бы не сказал, что прямо сейчас конец сезона. Я знаю, что, посмотрите на погоду, я считаю, что реально здесь еще ловить, ну, как минимум полмесяца, даже больше можно, пока не будет уже реально привет холодать. Вот. А так, да, осень, бабье лето. В многих местах уже появляются желтые деревья, хотя тут пока этого не сильно видно, но, вот. Вообще, наслаждение даже чисто смотреть вот на эту всю растительность. вон красненькое, видите, шиповник, орехи, грецкие орехи, лещина, ну, в общем, вообще прикольно. Там где-то чуть дальше я даже яблоко, яблоню какую-то нашел. Ну, правда, лезть за ней не стал, там высоко мог бы навернуться. Нет, у меня положительно раздражают эти оранжевые эти товарищи, потому что мне все время кажется, что все-таки это да, судьи, чего они понимают. Они прям там на ходу вроде как переодеваются. Ну, а видите, ребята свой туалетик привезли. Хотя он же прозрачный. Смешно. То есть, знаете, зайти и как бы как на киноэкране тебя видно. Я уже думал, поклевка у кого-то. Это просто человек переключает скорость. Сейчас, наверное, я попытаюсь просто пройти, сейчас я попытаюсь пройти туда вдаль, посмотрим, что там все-таки за народ под в оранжевом. Ребята пытаются повесить израильский флаг. Ну, у нас еще 45 минут, мы успеем. А, бросить там? Я сейчас уеду в другую зону. Окей, ребята, ладно. Видите, тут у нас начинаются проблемы, что нужно мне попасть туда на ту сторону водоема. А, у нас как бы Олег подятел. Поэтому сейчас он меня туда повезет на брифинг. И, увы, взвешивание заснять мне не получилось. Ну, что делать? Жизнь тяжелая. Главное, Олег, ты тогда едь туда. А, ну да, едь. Я хотел сказать, посади меня на раму. Это была шутка. И не забывай включать мотор. Это ты. Привет, Стас. Так, тренер героически поехал на базу. Вы знаете, мы можем пройтись. Заодно покажу все остальные эти сектора по дороге на буфет. Ой, извините, я вас периодически качаю. Ну, это потому что меня качает. Это, как вы понимаете, я уже говорил, это румынская команда. Как они тут устроились, а? Закрылись от всего мира, чтобы никто ничего не видел. Понаставили кучу флагов своих спонсоров. Хорошо, когда есть спонсоры. О, блин, Стас, я слишком поздно увидел твое сообщение, но братьям мне привет передам. Это не проблема. Я по-любому с ними постоянно на связи. Да, с таким-то велосипедом. Я же в стриме вчера говорил, что наш уважаемый тренер... О! Патер-клозет. То есть этот лес, это большой туалет. Я понял, что он забыл о том, что велосипед автоматически выключает мотор через десять минут без действия. И он, бедня, ехал на нем, как на обычном велосипеде. И у Хайтоклса бедняга так, что еле мешал, когда приехал. Вот самый классный вариант, это вот такой вот самокат. К сожалению, здесь в Капашваре самокаты не дают в аренду. Люди приезжали с собой. Латвийская команда, они привезли шесть штук. Мы не можем их везти, потому что самолёт, самокаты не берут из-за батарей. Либо нужно договариваться, чтобы где-то достали батарею за границей. Ну, вы поняли, да, везти самокат без батареи. Это команда Сербии, как вы видите, у них есть одна рыба. Со вчера, я думаю, что у них есть ещё. Я уверен, что у них есть ещё, потому что наш тренер, который был у нас в 2016 году, в 2018 году в Сербии. Вот кто-то спрашивал про туалет. Вот он, синенький. Так, наш сербский тренер, он за нас очень болеет и переживает. Вот, менее болезненьких. И мы благодаря ему знаем всю информацию из команд, с которыми он связан. Это Сербия, Хорватия, Македония и так далее. Поэтому мы знаем, что тут есть рыба на взвешивание. Вовчик появился у нас на стриме. Вовчик работает, нефиг смотреть стримы Аветона. Рыбу лови. Вот, видите, как прикольно, да? Вот шли эти ринги один за другим. Просто там, как эти, как грибочки. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. А вот. Оп. И вон, где следующий. Один стоит. Да? Видите, да? Как бы, как оно всё равноправно и равномерно получилось здесь вниз. Ну, как бы, не знаю, о какой фейерплей тут речь идёт. Но очень мне напоминает ситуацию у нас на Кенерете. В плане наших попыток добиться хоть какого-то равноправия в секторах, которые мы никогда не можем сделать. Здесь та же история, как вы видите. Они тоже ничего сделать не могут. Вот. Рельеф, водоёмы, изгибы. Ну, этот. Берег. В некоторых местах, как бы, его нет вот практически. Нигде вообще ничего-то поставить. Вы же видите, здесь стоят палатки на дороге. Вот эта вот дорога, по которой заезжали машины. Когда опустили машины сюда. Вот. И, естественно, когда команды встали, всё, дорогу эту перекрыли, по ней ездить нельзя только по велосипедной дорожке. А она, ну, понятно, для велосипедов и для пешеходов, не для машин. Поэтому все вынуждены ходить пешком. Это у нас дуб. А вот у нас жёлуди. Большие. Если кому надо жёлуди говорить, привезём. Вот. Вы прекрасно понимаете, да, что вот эти бы тому же Олегу нужно было. Вот, видите, Польша без рыбы вчера на взвешивании, на последнем. Ага. Кого мы видим? Узнаёте это лицо? Это главный тренер сборной Ангелы. Роб Хирюкс. Что это, скорее всего, проблема с интернетом. Когда интернет начинает глючить, а здесь очень плохая связь, вот здесь не 4G и не 3G. Здесь, как он там, HDSM. Или даже ниже этого. Соответственно, как вы понимаете, Facebook, когда транслирует картинку, он начинает, наверное, выбирает, что лучше, либо картинку вам дать, либо звук. Поэтому вы получаете картинку без звука. Ну, я особо ничего интересного не рассказывал. Вот. Вот. Франция. Надеюсь, что видно. 1,775 кг. Это вчерашнее взвешивание. То есть, в сегодняшнем его еще нет. И, я так понимаю, все-таки почти у всех команд есть рыба в мешках. Но, как я говорил уже раньше, клев, на мой взгляд, очень слабый, как для такого водоема и по размерам рыбы и по ее количеству. Ну, не знаю. У нас на Кенерете, который считается, конечно, бедным водоемом, и то, по-моему, лучшие результаты. Вот. Это у нас команда из Голландии. У них 2 килограмма 200 грамм. Вот. Кстати, вот вам березки. Кто-то хотел березок? Березки с сережками. Можно веников наделать. Для бани. У кого баня есть. А у кого нет, забанить. Нафиг. Вот. Я вам скажу так, что, в принципе, во многих местах очень большие разрывы между рингами. Я скажу даже больше того. И, нам говорят, и ринги больше в ширину. Вот нам надо тоже эти электросамокаты для судей. Хотя у нас на Кенерете, блин, по камням не поедешь на самокатах, а таких дорожек у нас достаточно мало. Так. Так, здесь и стоит кухня. Вот она стоит. Кухня на месте, она никуда не делась. Я иду к нашей машине. Я иду к нашему. Я говорю, что вот она, эта кухня. Она никуда не уезжала. Здесь можно купить еду. Но речь шла не об этой кухне, а именно о кейтеринге, которые должны сюда же привозить под заказ. Так. Вот я приближаюсь к нашей машине и меня будут транспортировать в штаб Пипса на той стороне берега. Ой. Фух. Сейчас. Народ, мы отрубаемся. Короче, ждите наших эфиров в дальнейшем. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok